В стране вступает в действие новая модель повышения квалификации, аккредитации врачей. До рождения, так сказать, этого проекта осталось 9 месяцев, поэтому вопросов уже нет. Придется как-то ответ получать. Значит, был создан премьер-минздрав аккредитационный совет по разработке этой модели, в котором с председателями был президент Медицинской палаты Рошарь, замминистра программами. И, значит, целые несколько лет разрабатывались различные пути этой модели. И к этому времени что-то уже известно окончательно. Аккредитационная система медицинского образования 2016 года будет себе представлять известную всем программу высшего медицинского образования. Здесь нужно просто немножко поговорить слово «специалитет». Это нас отсылает к баллонской системе, когда у вузов немедицинских есть магистратур и бакалавриат. Это медицинский вуз, специалитет, это сейчас 6 лет. Дальше программа высшего медицинского образования, ординатура, аспирантура. Здесь нам нужно знать только одно, что с 2016 года не будет интернатуры, но у нас, как антискописты, это особо не касается, потому что у нас была ординатура, а ординатура и останется. И программа к дополнительному профессиональному образованию, которая включает хорошо разрешенную профессиональную переподготовку, только теперь не менее 250 часов, и повышение квалификации. Здесь вот интересная цифра не менее 16. Если все мы помним, что были раньше, сейчас 72 и 44, и такая история, что два раза пройти ТЭУ по 72 часа, сложив их вместе и получить сертификат, такого никогда не проходило. Теперь все эти малые цифры, эти модули, они суммируются и учитываются в дальнейшем. Ассоциация медицинских обществ по качеству разработала принципы новой модели, они видоизменялись за это время, даже сократилось огромное количество, проговорив их реферативно с именно акцентами. Значит, принцип первый – это обеспечение непрерывности и повышение квалификации. Сегодня это те самые 144 часа в среднем и раз в 5 лет сертификация. С 2016 года 250 часов за 5 лет, по 50 часов каждый год. Принцип гармонизации требования непрерывного медицинского образования с международными нормами. Но это факт того, что она строилась, созвучно с европейскими аналогами. Принцип партнерства государствами в профессиональных организациях. Ну, это подтверждается тем, что коррекционный совет у нас состоит как в среднем учреждении здраво, так и организация общественная. И реализацию осуществляют хорошо известные учреждения по дипломному образованию, органы управления и профессиональные организации по специальности. Профессиональные организации по специальности, российское учреждение андоскаристов. Миссия нам дается повышение квалификации врачей путем проведения съездов конференций, разработки стандартов и разработки образовательных материалов, как только клинические рекомендации и подобных. Во всем этом российское общество принимает участие. В настоящий момент российское общество андоскаристов является единственной юридической организацией, аккредитованной в том самом Координационном Совете Минздрава. И мероприятие, которому присваивается аккредитация как общебное мероприятие, оно осуществляется через российское общество андоскаристов, рассматривается по управлению и подается заявка в Координационный Совет для осмотрения и получения мероприятий того самого статуса. Там имеется комиссия по оценке соответствия мероприятий, материалов для непрерывного медицинского образования и установленных требований. И она по итогу, вот это как раз сайт Координационного Совета, где мероприятие, на котором мы с вами сейчас имеем часть присутствовать, было аккредитовано, было присвоено количество кредитов, еще уже все известно в плане того, что такое кредит. Кредит это час за час, поэтому один кредит, один час. Значит, 18 кредитов и это первое мероприятие по специальности эндоскармии, с чем я всех нас поздравляю. Фудовство для медицинского работника – это появление дистанционного обучения, учет всех видов образовательной активности. Это трогательное перечисление. Мы в конце, после анализа пилотного проекта, поймем, насколько можно учитывать такие вещи, как наставничество, участие в разборах и так далее, и так далее. Принцип пятого – применение интерактивных образовательных технологий. Это да, имеет место. Все уже знают о наличии различных дистанционных модулях в интернете, обучающие курсы в симуляционных центрах. В духе времени во всех большей части вузов сейчас появились симуляционные центры. На примере Российского университета дружбы народов с этого учебного года была создана новая структура РДЛ, и был создан медицинский институт РДЛ, и куда вошел факультет больших квалификаций медицинских работников, медицинский факультет, отдельные симуляционные центры и еще один структура. Поэтому этому моменту уделяется большое значение. Принцип шестой – контроль качества и программы заводительной деятельности. Это делает тот самый коррекционный совет на здраво. Принцип седьмой – независимость непрерывного медицинского образования. В двух словах это относится, в частности, к проведению мероприятий. Прекрасно все понимают, что существует спонсор, генеральный спонсор и все остальное. Где самые 144 часа раз в 5 лет, еще раз 250 часов за 5 лет, по 50 ежегодно. Где на далеком сервере, где-нибудь в Минздраве, будет все это учитываться. Ну, пока этого нет, но вот оно будет примерно так. И был проведен для реализации проверки, как это будет работать, пилотный проект, который шел весь 14-й год для трех категорий врачей. Это врачи-терапевты, врачи-педиатры участковые и врачи общей практики. Было 15 вузов, 16 общих, 12 регионов в проекте участвовало. Достаточно большая, широкая география нашей страны. Задача была поставлена очень простая, набраться 144 часа, из которых 108, естественно, в учреждениях постдипломного образования, и 36 вот так, по-другому. Понятно, что в 108 часов все набрали, а вот что произошло с остальными 36 часами, тут произошли некие вопросы. Во-первых, о возможности учитывать. Эта таблица, где присутствует тот самый наставничество, за которое дается баллы. Клинические разборы и так далее. Это, наверное, только администраторы здравоохранения знали, как они будут доцениваться. Кредитационный совет выбрал из этого две вещи, которые можно контролировать. Это аккредитованная конференция. Час, один кредит. И прохождение аккредитованного модуля, рассчитанного на один час обучения. Это на сайте аккредитационного совета размещенный программ, регистрируется человек, прочитывает задание, потом тестируется, получает свой один кредит. И по этой схеме все регистрировались на сайте, и это проходили. Значит, вот на сайте аккредитационного совета люди выбирали те самые учебные модули, мероприятия, в которых участвовать. Там же все это регистрировалось, индивидуальный план. И итог был следующий. Значит, из 496 зарегистрированных участников, 31% слушателей набрали те самые 36 баллов. Даже у них был средний 47. 43% не набрали 36 баллов, был средний 17. И 25%, 20, да, 26. Слушатели не набрали ни одного часа. То есть, несмотря на электрификацию всей страны, Wi-Fi в московском метро и все остальное, до 80% этого не удалось сделать. Вот тем, кому удалось, здесь, может быть, интересный момент, что 29 это были те самые модули, они заходили в интернет, все это отгадывали, изучали, тестировали. И 18 баллов это теперь мероприятие. Глубоко символично наше мероприятие, как раз было присвоено 18 баллов, поэтому присутствие вас здесь дает вот то, что люди пилотного проекта включили в течение года. И вот, да, деликатный момент. Сертификат участника мероприятия с кодом подтверждения. Вот это индивидуальный код подтверждения, это фраза аккордационного совета. Значит, мы видим мероприятие с замечательным сертификатом, замечательным мероприятием. Здесь с этого организатора очень хорошее и важное, но, увы, не учитывается. Другой сертификат, где даже написано «объем 8 часов», к сожалению, тоже. Еще одно нам мероприятие очень знакомое. Там даже есть 5 баллов в российском обществе «Хирург», даже штрих-код, но то же самое. Это не только вот свидетельство, которое мы видим справа. Выданное кредитационным советом, это является юридическим документом для дальнейшего учета. Здесь как раз та самая информация о количестве зачетных единиц или кредитов, 18, и тот самый индивидуальный код подтверждения. Этот код был выдан нам, Курсионным советом, и каждому из вас, оригинальный, он выдан. Все коды, все подобные документы, полученные в 2015 году, в дальнейшем при вашей аттестации будут учитываться. И в дальнейшем за год вот тот самый отчет набирать 50 часов различным методом. И два слова о аккредитации, окончательных ответов, как это будет происходить еще у кредитационного совета нет, они работают над этой дорожной картой. Но это как вид, в каком это будет проходить, тестирование с депрессионализацией ответов автоматическим контролем и объективный, структурированный клинический экзамен по специальности. И в заключение хотел сказать, чтобы помнил антископист, что непрерывное медицинское образование, оно неотвратимо, вступит в 2016 году. Но объявлен переходный период до 2020 года. То есть параллельно от этих 5 лет будет стараться существовать 2 системы. То есть человек, пришедший в 2017 году на кафедру, там Ниле Андрея Михайловича, нашим коллегам на ФУВе, который ничего этого не знал и не слышал, он не услышит от нас фразу, что чего об этом не знали, мы обязательно его обучим, выдадим ему сертификат, но кредитационный совет требует от нас, чтобы мы просветили. Это курсант, он узнал, как дальше ему идти. И в завершение нужно сказать, что есть общество. Мы также участвуем в, уже участвуем в непрерывном медицинском образовании. В новостях есть у нас реестр учебных центров, которые выдают государственные образцы документов по сертификации специалистов. И там же, естественно, размещается информация о мероприятиях, ну, с указанием количества баллов, которые там выдаются. И образовательные организации также уже включились в непрерывное медицинское образование. Так, допустим, в Российской сети Дружбы Народов буквально три недели назад на основании документов об воздипломном образовании уже треновского года введены программы повышения квалификации. 16 часов – это два дня рабочих, 36 часов – это пять рабочих дней и 50 академических часов – это те самые, которые нужны одни в год. Поэтому мы и с вами, мы и работаем для вас, мы такие же, как вы. Спасибо. Спасибо большое. И я хочу, во-первых, поздравить нас всех. Первое, то, что специальность эндоскопия как бы ведется.